Доброе утро! Меня зовут Екатерина Яцкевич, и сегодня я расскажу вам все самое интересное о формуле здоровья. Проблема, о которой стыдно говорить, но нельзя молчать. Геморрой, а правильнее геморроидальная болезнь, вызывает как физический, так и психологический дискомфорт. И сегодня об этом в формуле здоровья. В нижнем отделе прямой кишки у каждого человека есть скопление сосудистых клубочков. Они называются геморроидальными узлами, и когда там застаивается кровь, возникает патология – геморрой. Движению крови в геморроидальных узлах мешает давление на них, поэтому в группе риска все те, кому подолгу приходится сидеть – водители, офисные работники. Развитию геморроя способствуют частые запоры, беременность и роды – состояние, которое провоцирует повышение внутрибрюшного давления. Кто еще в группе риска? Люди с избыточным весом, малоподвижные, а также те, кому постоянно приходится поднимать тяжести. Обострение может наступить после похода в баню или сауну, а также после приема острой пищи и алкоголя. Что же делать в случае обострения? Сразу скажу, народная медицина и интернет вам не помощники. Послушайте нашего эксперта и отправляйтесь к врачу. Желательно в ближайшие 5 дней максимум от обострения обратиться к специалисту, и существуют инвазивные методики устранения этой причины раз и навсегда. В подместной анестезии абсолютно в амбулаторных условиях есть манипуляции хирургические, позволяющие ликвидировать, собственно говоря, субстрат, то есть ту анатомическую структуру, которая постоянно воспаляется. И о воспалении в этом секторе забыть навсегда. Ежели пациент не желает, собственно говоря, удалить хирургически амбулаторно это образование, есть консервативные методики, позволяющие применять при обострении определенные схемы лечения. Это свечи, это мази, это лекарства, но, опять же, повторюсь, желательно, чтобы это назначал специалист. Мало того, нужно помнить о том, что симптомы разных заболеваний могут друг друга имитировать. И ряд заболеваний могут проявляться одинаковой симптоматикой и болями, и появлением объемного образования. И запустив это состояние, можно, собственно говоря, и упустить время для правильной диагностики, для лечения. Надеюсь, все, что мы вам рассказали, будет полезным для вашей формулы здоровья. В следующий раз мы поговорим о лечении хронического геморроя. Следите за нашими выпусками. Все материалы рубрики доступны на сайте ONT.BY и на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите, подписывайтесь. До встречи!